МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует с Турбоинформации селеканалом РХС-24 в студии Азрия Таркенов. Это программа события дня и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Он никогда не терял связи со своей малой родиной, со своей родной республикой. Пройти путь от слесаря на горнорудном комбинате до помощника главы администрации президента России. 31 октября видному государственному и общественному деятелю Назиру Хапсирокову исполнилось бы 65 лет. Народ Нагайский стал моим. Я, по сути, как-то не ощущаю, что я именно русская. Вот настолько это все переплелось. 48 лет счастья. В канун празднования Дня народного единства в гостях у интернациональной семьи Байбагисовых побывала наша съемочная группа. Один из проектов вошел в список лучших проектов и на следующий год будет реализован уже на территории Карачао-Черкесской республики. Золото тюрков. На Всероссийском форуме тюркской молодежи в Казани Карачао-Черкесия представила два проекта, один из которых вошел в число победителей. Пройти путь от слесаря на горнорудном комбинате до помощника главы администрации президента России. Долгие годы жить в Москве, но никогда не терять связи с малой родиной. Держать слово мужчины и уметь прощать. Это все о Назире Хапсирокове. 31 октября видному государственному и общественному деятелю исполнилось бы 65 лет. Сегодня на Аллее Славы, где установлен бюст Назиру Хизировичу, состоялся траурный митинг. Почтить память великого земляка пришли несколько десятков жителей-гостей республиканской столицы. Продолжит Эрнест Чуков. Это был человек чести, человек слова. Обладавший редким качеством, умением прощать недоброжелателей и не отказывать никому в помощи. Таким запомнили Назира Хапсирокова и его друзья, коллеги-соратники. Сегодня все они с цветами пришли на Аллею Славы, чтобы почтить память великого земляка. Открывая траурный митинг, глава Карачаев-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что Назир Хизирович всегда был большим патриотом своей страны и никогда не забывал о своей малой родине. Он никогда не терял связи со своей малой родиной, со своей родной республикой, со своим родным аулом. Он оставался тем человеком, который вокруг себя объединял всех. Мы должны всегда помнить и гордиться тем, что у нас есть такой человек, который вырос и родился в Карачаево-Черкесии. Назир Хизирович Хапсироков. Живя в Москве, он всегда подчеркивал, что любимым местом считает родной аул Хабес и Карачаево-Черкесию. Поэтому помогал школам и больницам, детсадам и спортивным секциям. Предвидя все на шаг вперед, он понимал, что именно развитие социальной сферы – гарант светлого будущего страны. Энергичный, деловитый, коммуникабельный. Он умел сплотить вокруг себя абсолютно разных людей. Никогда не делил их ни по национальному, ни по конфессиональному признаку. И этому же учил своих сыновей. Мы воспитывались в атмосфере, где не было никакого разделения на национальность и вероисповедания, прежде всего. Для нас разделение по жизни только одно. Есть хорошие люди, есть плохие люди. Поэтому все те годы, которые я жил в Карачаево-Черкесии, это была такая школа, где мы дружили как одна семья. Общались, приходили друг другу на помощь. Человек жив, пока жива память о нем. А Назерхизирович сделал для своего народа, да и для всей республики, все, чтобы и через годы его имя ассоциировалось с добротой и милосердием, храбростью и честью настоящего сына Карачаева-Черкесии. Арнесчуков, Олег Молхожев, Архиз, 24. О Республиканскому реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями Россинка 5 лет. В мае 2012 года молодой состав персонала начал готовиться к приему первых маленьких посетителей. И уже 3 октября того же года первый ребенок переступил порог учреждения. На сегодняшний день в центре получают обслуживание более 450 детей. Массаж, физиопроцедуры, лечебная физкультура, механотерапия, водолечение, занятия с логопедом. Вот неполный список услуг, которые предоставляет центр. На праздничном вечере Россинке побывала и наша съемочная группа. Подробности у Айгуль Барануковой. Желающих поздравить юбиляров оказалось так много, что праздничный концерт решили проводить не в самом здании центра, а в Государственной филармонии Карачаева-Черкесии. С наилучшими пожеланиями в этот день пришли благодарные воспитанники учреждения всей семьей. Посещаем три года, получаем все необходимые медицинские процедуры, психолого-педагогические занятия у нас проходят очень хорошо. Педагоги квалифицированы с опытом работы. Детишкам моим нравится туда ходить. Физкультура там хорошая, ЛПК, массажисты. То, что этот центр есть у нас в городе, это большой плюс. Процветание ему. Посещаем реабилитационный центр. После этого нам сразу видно, что на глазах легко становится, ему хорошо. Тут у нас много хороших друзей, воспитателей, педагоги. Короче, одним словом, хороший центр, который помогает детям. С интересом собравшиеся на праздничном вечере смогли посмотреть презентацию о жизни центра. На сегодняшний день мы принимаем около 450 детей. Это порядка на 23% больше, чем в прошлом году. Родителям нравится, дети поправляются, повышенная динамика есть. Праздничный концерт своим творчеством украсили детские коллективы Республиканского колледжа культуры и искусств, учащиеся детских музыкальных школ города Черкеска, а также воспитанники реабилитационных центров «Надежда и забота». Мы все ждали открытия этого учреждения, так как он был жизненно необходим нашим особенным детям. Им требовалась реабилитация, и мы хотели, чтобы реабилитацию они получали на территории Карачаевой Черкесии. Большими усилиями Министерства труда и соцразвития при поддержке главы правительства Карачаевой Черкесской Республики такой центр был открыт, и сегодня в нем прошли реабилитацию большое количество детей. Очень здорово, что родители поверили в нас и доверили своих детей этому учреждению. Там работает замечательный коллектив. Пожелав коллективу реабилитационного учреждения здоровья, достижения поставленных целей, а воспитанникам центра «Веру в удачу и в успех», министр труда и социального развития Карачаевой Черкесии Мурадин Кемов вручил спонсорам и сотрудникам центра благодарственные письма. Айгуль Баранукова, Олег Молхожев, Архвис 24. В эти дни исполнилось 189 лет со дня вхождения Карачаев в Россию. Этому присоединению сопутствовал целый ряд исторических событий, апофеозом которых стало Хасаукинское сражение вблизи аула Карджурд. Как это было, расскажет наш корреспондент. Еще за два года до Хасаукинского сражения, в 1826 году, был заключен договор о нейтралитете Карачаев в Кавказской войне. Однако дальнейшее развитие событий показало, что этот договор был невыгоден царскому правительству, которое рассчитывало на полное присоединение региона. И в результате в 1828 году под руководством генерала Эммануэля был предпринят военный поход на Карачаев. При составлении плана военного похода царские генералы использовали данные, полученные от одного из карачаевских князей Тенгизбия Дудова, который по различным сведениям из-за личных разногласий с князем Крымшихаловым решил содействовать царским войскам. Ценные данные передал и кабардинец Атажу Катажукин, что позволило генералам лучше подготовиться к походу и разработать более эффективный план наступления. И вот, 20 октября 1828 года царские войска под предводительством генерала Эммануэля подошли к перевалу горы Хасаука. Несмотря на трехкратное численное превосходство, а также лучшее материально-техническое обеспечение, царским войскам не удалось сходу овладеть перевалом. В результате завязался тяжелый кровопролитный 12-часовой бой. И только при помощи артиллерии царским войскам удалось выбить горцев, занимаемых ими высот. Путь на Карачай был открыт. На следующий день после сражения, когда войска Эммануэля подходили к Аджурту, им на встречу вышла делегация старейшин во главе с исламом Крымшамхаловым. Вали Карачая, князь Крымшамхалов, с делегацией вышел к русскому генералитету с прошением, которое подписали выборные и уважаемые люди Карачая. Там были представители Дудовы, Каджаковы, Баташевы, Карабашевы. Прошение о вхождении в состав Российской империи. Это прошение было принято. 21-22-го оно было рассмотрено и подписано как с одной, так и с другой стороны. Позже генерал Эммануэль писал Санкт-Петербург о результатах сражения. «Фермопилы Северного Кавказа взяты нашими войсками. И оплот Карачаева у подошвы Эльбруса для всех горских народов, враждебных против России, помощью Божьей и храбростью войск, под моим личным предводительством, разрушен». В петербургской газете «Северная пчела» от 22 ноября 1828 года было написано о данном сражении. «Блистательный успех пролагает путь к успокоению всего края Кавказского. Пример покорения сего народа, почитавшегося у всех горских жителей самым непобедимым, даст, впрочем, подумать о возможности повторить с ними такого же происшествия». И тем не менее, карачаевцы на тот исторический период были единственным народом, военное столкновение с которым завершилось вполне понятными договорными отношениями. По их условиям, карачаевцы обязывались не принимать у себя никого из непокоренных горцев, не оказывать им помощь и не пропускать через свои земли отряды закубанских горцев. В ответ на это, с российской стороны было оставлено в неприкосновенности внутреннее самоуправление Карачая, а также предоставлялась возможность торговых и культурных отношений с Россией. «Чем отличалась вот эта вот ситуация от многих других, связанных с покорением народов и на Кавказе, и в других местах? Значит, как писал знаменитый военный историк, с карачаевцами обошлись как с принимаемой, а не как с усмиряемой стороной. Их аулы не были разорены, к ним не были применены никакие жестокие меры». На тот момент это было единственным правильным решением. Дальнейшая война, дальнейшее сопротивление могло поставить народ на грань существования. Учитывая еще тот факт, что незадолго до этого по Карачаю прошлись две страшные эпидемии чумы, унесшие две трети всего населения. Мирный договор, составленный между царской Россией и Карачаем после Хасаукинского сражения, как в последующем показала история, имел прогрессивное значение для горского народа, особенно в части развития экономики и просвещения. А российская сторона, в свою очередь, приобрела на южных рубежах надежный оплот, обеспечивающий безопасность государственной границы. Наша республика издавна славится интернациональным народом, ее населяющим. Примером межнационального согласия является семья Байбагисовых из Ногайского муниципального района. Супруги Байбагисова вот уже на протяжении 48 лет живут душа в душу в ауле Аркенхалк и готовы со всеми поделиться секретом своего счастья. В канун празднования Дня народного единства в гостях у примерного семейства побывала и наш корреспондент. Здравствуйте! Ой, Кошельденус. Проходите. Так по-ногайски встречает нашу съемочную группу Нина Байбагисова, уроженка Краснодарского края, большая часть жизни которой прошла именно здесь, в Многонациональной республике, в Карачаево-Черкесии. Народ Ногайский стал моим. Я, по сути, вот как-то не ощущаю, что я именно русская. Вот настолько это все переплелось, что я думаю, я не покривлю душу, если скажу, что я в душе мусульманка, нагайка. Я хорошо знаю все обычаи, и связанные со свадьбой, и связанные с похоронами. Ну, в любом вопросе я себя чувствую свободно. Вот как-то мне близко все это. Калмыцкий чай готовлю. Всегда подаю с медом, маслом. Кувырдак раньше, вот сейчас немножко уже ушли. Это старинное блюдо, кувырдак. Вот это блюдо тоже. Попав в одну группу, выбрав одну и ту же специальность энергетика, студенты Краснодарского техникума промышленности в 1969 году поженились. Он нагаяц, она русская. Родители и друзья с уважением отнеслись к союзу. И вот уже на протяжении 48 лет Реджеп Амирович и Нина Макаровна идут по жизни вместе. В Аркенхалке семья Байбайисовых в числе образцовых. Секрет их счастья, уважение, понимание и любовь. Трое детей у нас. Я очень доволен этими детьми. Дочка Зайрат очень агрессивная на учебу была. Вторая хорошая Эльмирочка. И сын вот в этом же доме он живет, Эльдар. Эльдар тоже как мужчина, он умеет все. Он все может сделать с целью, задаться и все. Руки очень способные, подготовленные. В их доме всегда покой, уют и достаток. Принадлежность к разным национальностям никогда не сказывалась на членах семьи. Супруги, родив детей, сумели дать им достойное воспитание и образование. Семья для человека, я думаю, это значит все в жизни. Тем более, если у тебя такие золотые родители, чудесная семья, младшие. Ну, считаю себя счастливым человеком. Думаю, в этой жизни большего счастья нельзя придумать. Родители не очень жесткие были, но однозначно, что прививали в жизни, это честность, добросовестность во всех делах, которые делаешь. Ну и ответственность, наверное. Супруги Байбайгисовы всю жизнь трудились во благо становления адыгихабльских районных электросетей. Как дома, так и в работе сумели найти понимание. Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, признаются, успешная карьера также стала залогом их достойного будущего. Много сил мы потратили на развитие нашего района электрических сетей. А своим самым большим достижением, я считаю, участие в конкурс смотра бригад распредсетей Юга России. Там были бригады, начиная от Ростова и кончая республиками Северного Кавказа, и Ставрополь, и Краснодар, и я была признана лучшим мастером Юга России. Вот как профессионал, я считаю для себя это самое большое достижение. А это внучка наша старшая студентка, в школе отлично училась. Так гордятся своими внуками в их семье. Внуки слаще детей, уверяет Эриджеп Амирович. Счастье свое дедушка держит на руках. Мой дедуля дорогой, мы гордимся все тобой. И скажу я по секрету, нет на свете лучше деда. Буду я всегда стараться на тебя во всем равняться. Семья Байбагисовых является ярким примером того, как люди разных национальностей могут гармонично дополнять друг друга. Именно на таких дружных семьях и держится наше большое интернациональное государство. Айгуль Баранукова, Далийль Мирза, Архыз 24. Золотое шитье, национальные платья, шичепшина и знаменитый черкесский стол трехножка. Познакомиться с народным промыслом адыгов можно было на фестивале Черкесской национальной этнической культуры, который прошел в драмтеатре города Черкеска. В рамках фестиваля развернулась выставка декоративно-прикладного искусства. Свои лучшие работы представили известные мастера Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Но и это еще не все. Фестиваль продолжился концертом с участием творческих коллективов Братских республик. Анета Дышекова продолжит тему. Даже не скажешь, что этой гармонии около 200 лет. Инструмент заиграл как новый после реставрации и теперь собирает вокруг себя танцоров так же, как это было раньше, два века назад. Гармошка с многолетней историей – всего лишь одна из таких же ценных вещей, представленных на фестивале Черкесской национальной этнической культуры. У каждого этого старинного предмета своя неповторимая история. К примеру, эти вещи когда-то принадлежали представителям черкесской диаспоры, которые проживали в Турции. Мажид Утижев, репатриант, горячо любящий свою родину, коллекционирует все, что связано с бытом и культурой черкесского народа. Большинство этих вещей привезены из Турции. Это вещи наших соотечественников. К примеру, вот этому кинжалу более 150 лет. У всех этих вещей своя история. Чечепщина, золотое шитьё, национальные наряды, предметы быта, сделанные из дерева. Подобные площадки всегда вызывают живой интерес у молодёжи и представителей старшего поколения. Ведь здесь можно прикоснуться к истории своего народа. А ещё познакомиться с мастерами, для которых пропаганда культурных ценностей нации – святой долг. Одним словом, мне описать впечатления очень большие и положительные. И разнообразие нашей культуры – это не может не радовать. Мне интересно всё черкесское. И всё, что здесь, все экспонаты представлены, для меня – это часть моего народа. И будет неуважение к моему народу, если я не буду интересоваться этим, если молодёжь не будет этим интересоваться. Цель фестиваля – чтобы народ видел, чтобы наша молодёжь видела, что умели черкесы делать, что сегодня умеют делать. Я думаю, только приумножается, где-то восстанавливаются какие-то новые традиции. Вот мы видим, как, например, Саучадаха Азамата Шибоков наш, очень много инструментов делает. Вот сегодня его тоже выставка. И здесь за каждого можно отдельно очень многое говорить. Всего в фестивале приняли участие 12 мастеров с Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Они могли рассказать гостям фестиваля о каждом из представленных предметов. Мастер по дереву из Адыгеи Руслан Костоков, к примеру, поведал, как благодаря, казалось бы, обычному предмету быта – столу трёхножки, наши предки всегда оставались встроенными. Когда сидишь, они вот не за столом так растянувшись, а это вот так вот сидишь, и вот желудок, он принимает уже только норму, и всё. Вот, и он обычно служил как под нос в доме. Всех гостей и участников фестиваля поприветствовал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Мурат Хапиштов. Я надеюсь, всё будет у нас традиционным и будет объединять всех обидов Северного Кавказа. Я бы хотел поблагодарить наших гостей из Адыгеи, из Кабардино-Балкарии, которые присутствуют здесь. Завершился фестиваль черкесской национально-этнической культуры концертом с участием творческих коллективов из Братских республик. Анета Дышекова, Далиль Мирза, Архыз-24. Золото тюрков. Именно под таким названием прошёл Всероссийский форум тюркской молодёжи в Казани. Основной его целью является создание условий для самореализации молодёжи региональных этнических сообществ тюркских народов России, а также исследования культурного наследия и развития традиционной культуры молодыми представителями этих этнических языковых групп. На форуме Карачаева-Черкесия представила два проекта, один из которых вошёл в число победителей. Об итогах форума его участники отчитались перед министром по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Муратом Хапиштовым. Подробнее в сюжете. На встрече в кабинете министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Мурата Хапиштова, участники форума «Золото тюрков» рассказали о поездке в Казань. Всего в работе образовательного форума приняло участие около 200 представителей активной молодёжи из 14 регионов страны. Карачаева-Черкесия представила на суд компетентного жюри два проекта, один из которых был высоко оценён. На данном мероприятии, на данном форуме Карачаево-Черкесскую республику представило 7 человек. Это представители Ногайской и Карачаевской молодёжи представили два проекта. Один проект – это летняя творческая школа Балапан-Рар, второй проект – это Голуу. По итогам форума один наш проект победил, вошёл в число лучших проектов и рекомендован Федеральным агентством по делам национальности к реализации в следующем году. Сам проект летней творческой школы для детей Балапан-Лар был впервые реализован своими силами минувшим летом на территории Ногайского района Карачаева-Черкесии. В её рамках мастера и педагоги, в том числе из Москвы, обучают детей английскому языку, театральному искусству и актёрскому мастерству. Участниками летней творческой школы Балапан-Лар стали более 80 детей Ногайского района в возрасте от 6 до 18 лет. Суть проекта заключается в том, чтобы позволить молодым людям не только из Ногайского района, но и вообще из разных других районов Карача-Черкесии узнать о профессиях, узнать о том, каким образом они могут развиваться и где могут найти себя. Так в прошлом году была проведена первая, если можно сказать, пробная часть проекта. Мурат Хапиштов поздравил участников форума, поблагодарил за достойное представление Карачаева-Черкесии на всероссийском поприще и пожелал дальнейших успехов и новых идей. Самое главное, я считаю, участие, это то, что приобретён опыт ваш в таких мероприятиях. В дальнейшем, я думаю, будем использовать, добиваться, как вы сказали, с ваших предложений. И надеемся, что и у нас пройдёт такой же форум, так как у нас проживает две национальности тюркоязычных. Форум не имеет территориальной привязки, ежегодно проводится на территории тюркоязычных народов России. Возможно, в будущем Карачаева-Черкесия возьмёт на себя организацию очередного форума «Золото тюрков» и пригласит активную молодёжь тюркских народностей со всей России к нам в республику. Ринат Ибрагимов, Радамир Князев, Архиз-24. Через тернии к звёздам. Именно так можно характеризовать встречу школьников и артиста кавказской эстрады Америны. На собственном опыте популярная исполнительница рассказала ребятам, как проходит жизнь артиста, как формируется его творчество и какие трудности встречаются на пути. Это стало возможным благодаря всероссийской акции «Классные встречи». Организаторами выступает российское движение школьников. Подробнее о встрече расскажет наш корреспондент. Все эти молодые ребята собрались в зале филармонии не просто так. Повод для встречи действительно интересный. Активисты Школы Республики приняли участие во всероссийской акции «Классные встречи», проходящей в рамках российского движения школьников. Эта акция объединила 16 школ Карачаева-Черкесии. Сейчас приехал актив именно на всероссийскую акцию «Классные встречи». Приехал актив. Так вся школа, которая реализует деятельность российского движения школьников, они все абсолютно знают, что такое российское движение школьников. Просто у нас приехали из Курджинова, из Учки-Кена, из города Карачаевска. Поэтому далеко добираться, поэтому привезли сколько смогли. Ну то есть актив 5-10 человек. Участники в ходе акции «Классные встречи» знакомятся с известными писателями, актерами и общественными деятелями. Так, в качестве главного гостя у нас в республике стала заслуженная артистка Карачаева-Черкесии – Америна. В неформальной обстановке она общалась со школьниками в формате «Вопрос-ответ». Активисты задавали интересующие их вопросы, касаемые ее творческого пути. Америна, в свою очередь, максимально открыто общалась с детьми. Отвечала на все вопросы и рассказывала про трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в музыкальной индустрии. На самом деле, для меня это очень интересный проект, потому что молодежь и школьники – это действительно, как говорится, это наше будущее. Поэтому с ними всегда интересно. И сегодня мы пригласили их к нам в филармонию для того, чтобы рассказать, как вообще проходит жизненный путь артиста, любого артиста практически, как формируется его творчество, что является составляющим успех самого артиста. Российское движение школьников – это новые подходы и интересные встречи. Нестандартное решение, абсолютно новое для детей мероприятие. Это движение целиком сосредоточено на развитии и воспитании школьников. И, судя по эмоциям учащихся, все акции проходят не зря. Мне очень понравилась встреча. Это надолго останется в моей памяти. Америна – чудесная актриса, певица. Я удивляюсь, как ей удается совмещать сразу несколько профессий. Она ответила на все наши вопросы. Это было очень-очень приятно. Сегодня на собрании я узнала много полезных советов, которые будут мне помогать идти в будущее к своей цели. Мне очень понравилась встреча с Америной. Она очень душевный человек. Я узнала много нового, поняла то, что нужно слушать свое сердце, но и прислушиваться к мнению остальных, и тогда все в жизни будет хорошо. Ну а в конце встречи активисты порадовали артистку и других гостей танцевальным номером. Ислам Джукаев, Роман Баюра, Архыз-24. Что делать, если человек потерял сознание и у него остановилось дыхание? Или, например, у него внезапное удушье? Как же помочь ему в этом случае? Ответы на эти вопросы точно знают педагоги Малокарачаевского района, которые приняли участие в образовательном семинаре по основам оказания первой доврачебной медпомощи. В ходе мероприятия более ста учителей и воспитателей всех образовательных учреждений смогли познакомиться не только с теорией, но и на практике изучили технику искусственного дыхания и сердечно-легочной реанимации. С основами оказания первой медпомощи ознакомилась и наш корреспондент Дарья Назарова. 15 нажатий на область грудной клетки и 2 вдоха в рот. Именно так делается непрямой массаж сердца, если, например, человек потерял сознание и у него остановилось дыхание. Манекена Александра реанимирует группа из двух человек. Держать ритм и не сбиваться, чтобы появился пульс. Вот она главная задача при оказании первой помощи. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, травмы различных областей тела, обморожение. Если в теории многие из этих учителей представляют, как при таких случаях провести реанимационные действия, то на практике справиться с этим могут не все. А подобные курсы помогут восполнить данные пробелы в образовании. Вышел закон, вернее, дополнение к закону об образовании – это оказание первичной медицинской помощи до оказания медицинской помощи образовательным учреждениям. К сожалению, статистика такова, что за 2016 году из-за незнаний преподавателей до оказания медицинской помощи в России погибло 211 учеников. А перенимали навыки педагоги образовательных учреждений всего Малокарачаевского района. Учителя и воспитатели понимают необходимость обучения навыкам оказания первой помощи, ведь большую часть времени с детьми проводят сегодня именно они. И в этот день они словно сами сели за парты и стали учениками. В нашей работе, в работе учителя, я, безусловно, знаю, что на первом месте в нашей работе это оказание первой помощи детям, а уже потом воспитание и знания. Я хотел бы выразить свою благодарность организаторам таких мероприятий. Мне очень понравилось. Почему? Потому что там были видеоматериалы, и на практике нам четко и ясно объяснили, как мы можем оказать первую помощь детям. Такие образовательные семинары проходят в Центральном институте повышения квалификации и профессиональной подготовки регулярно. И каждый раз они собирают большое количество участников. Здесь проводится обучение по широкому кругу специализации в области медицины, образования, фармакологии, строительства, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей. Кроме того, пройти такое обучение здесь можно и дистанционно. С 2015 года мы каждый год проходим курсы повышения квалификации в этом институте. Нам очень нравится то, что есть возможность выбрать подходящую для нас форму обучения. Очную, очно-заочную, либо заочную с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. И особое внимание хочется обратить внимание на систему дистанционного обучения института, которая включает в себя различные информационно-образовательные технологии, электронные образовательные ресурсы, в том числе систему вебинаров. Организаторы уверены, что обучение основам оказания первой помощи даст свой положительный результат. И вернувшись свои учебные заведения, учителя на уроках и в неклассных мероприятиях научат основам оказания первой помощи и своих учеников. А полученные знания и умения помогут спасти чью-то жизнь. Дарья Назарова, Радамир Князев, Архейс24. Так именно, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости Республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале Архейс24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин